Добрый день, компания МЗАП. Сегодня у нас на ремонте автомобиль Санта-Фе. Хотим рассказать вам про данный автомобиль, 2009 год. Диагностику клиент уже произвел в стороннем сервисе, рекомендовали ремонт АКПП. Причина ремонта пробуксовки при переключениях, также присутствуют пинки. Будем ее снимать, дефектовать, смотреть. Владелец данного автомобиля связался с нами, получил информацию, что у нас имеется новое КПП. Абсолютно новое, у них только поврежден корпус. Пришли к мнению, что снимем коробку и в его старый корпус поставим все внутренние детали и механизмы с нашей АКПП. Занимается данным автомобилем Андрей, имеет большой опыт по ремонту не только коробок, но и двигателей. Ну и в целом, несколько лет, порядка 8 работал официального дилера, далее решил уже работать в нормальных сервисах. То есть у нас все присоединится к нашей команде. Соответственно, снимем коробку, разберем, далее уже дадим вам еще информацию. Вот здесь. Похоже как на бублики, да? Если бы оттуда летит, да. Судя по количеству стружки в поддоне, я думаю, насос можно не разбирать вообще. Фильтр черный. А сожжим и новый ставим, поэтому, да, все продукт может забить фрикционов, износов. Какой-то что-то след попадания чего-то куда что-то, выдрываешь кусочек. Ну да. Это третья-пятая задняя. Она собрана внутри, там ничего тоже не увидим. Тоже будет сбориться. Цвет такой, подпеченный уже. Поедешь нормально. Вот мы и разобрали, собственно говоря, КПП. По результатам дефектовки мы видим предельный износ пакетов фрикционов. Также в масле обнаружены металлическая пыль, частички металла. Все это, вероятнее всего, пошло из гидротрансформатора. Так как продукты износа фрикционов в него попадали, соответственно, повышенное трение, износ. Посыл данного видео следующего. В случае, если вы столкнулись с данной проблемой, да, непосредственно с АКПП, с ее неисправностью, варианта решений несколько, да. То есть первый вариант дорогостоящий, очень дорогостоящий. Там приобрести новую АКПП, но ее стоимость будет соизмерима с вашим автомобилем, да, который уже не новый, но стоит так же, как просто купить этот новый агрегат. Второй вариант – приобрести новые запчасти, перебрать, отремонтировать. Тоже это небюджетно, совсем небюджетно. И третий вариант, наиболее, скажем, качественный и бюджетный. Вот, приобрести АКПП. Вот, в частности, на этот автомобиль, вот АКПП, абсолютно новое. Имеется повреждение корпуса, да, повреждение корпуса. Стоит она, вот, именно эта коробка, 90 тысяч рублей. Внутренности, повторюсь, как и запланировано, все оттуда достанем. Поставим старый корпус. Получается, у нас будет на старой коробке старый только корпус, а все остальное новое. Конечно же, можно купить еще контрактную АКПП, но гарантий никаких нет, что она прослужит долго, да. И есть вероятность, что мы все равно же вернемся к этому варианту. В случае, если вы обратились к нам, и мы выполнили ремонт АКПП, да, вот, как в данном случае, гарантия будет предоставлена полгода, либо же 30 тысяч пробега. Также бонусом мы выполнили дополнительные диагностики на этом автомобиле. Мобиль довольно устал, скажем так. Много нареканий по подвеске, по системе кондиционирования. Диагностики, повторюсь, мы выполнили все бесплатно. Клиенту дадим рекомендации. Ну, а там уж на его усмотрение и желание. Готовы помочь, в принципе, ему и с этим вопросом. Ну, а на этом мы на сегодня заканчиваем. Всего вам хорошего. До новых встреч. Адрес и номер телефона у нас прежний будет в описании. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok